Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Андрея Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Коротко о некоторых темах. Тепло и уют в каждый самарский дом. К предстоящему зимнему сезону столица региона готова на 70%. Какие работы еще предстоит провести, обсудили в мэрии совместно с главой города Еленой Лапушкиной. Ручная коса, трос и несколько баллонов с кислородом. В Самаре водолазы очищают Волгу от водорослей. Насладиться знакомыми мелодиями и потанцевать на свежем воздухе, где и когда в Самаре проходят вечера духовой музыки. Не оставили шанса на победу. Женский футбольный клуб крылья советов на стадионе Металлург разгромил столичное Чертаново. Тепло и уют в каждый самарский дом. К предстоящему зимнему сезону Самара готова на 70%. Об этом рассказали на еженедельном совещании в мэрии под руководством главы города Елены Лапушкиной. Для того, чтобы батареи в домах самарцев стали горячими вовремя, в столице региона проводят целый комплекс мер, которые позволят в будущем подключить дома к теплоснабжению в срок. Какие работы ведутся и что еще предстоит сделать, узнала Ольга Павлова. Всего месяца до наступления осени и чуть больше до старта нового отопительного сезона. В первую очередь подключать к теплоснабжению начнут объекты социальной сферы, детские сады, школы, объекты культуры и спорта, затем многоквартирные дома. В администрации города отмечают, от качества подготовки напрямую зависит успешное прохождение отопительного сезона. Специалистами проверяются городские котельные. Они готовы к работе фактически на 70%. Особое внимание перекладкам тепловых сетей. В этом году у нас 12 серьезных перекладок. Кроме того, у нас огромный объем работы в Куйбышевском районе. Мы, как вы знаете, там ставим два дополнительных теплоисточника. И извечная проблема отопления в их домах будет наконец-то решена и кардинально. В рамках подготовки к отопительному сезону проверяются все водопроводные и канализационные стойки. Всего в городском округе Самара 10195 многоквартирных домов. Перед управляющими компаниями ТСЖ и ЖСК стоит задача проверить все необходимое оборудование, при помощи которого осуществляется подача тепла в дома. Также нужно обследовать кровли, межпанельные швы на предмет теплоизоляции. На сегодняшний день к эксплуатации подготовлено уже 6805 многоквартирных домов. Также сейчас работу на контроль на штабах уже начали ставить. Это укомплектование аварийных бригад и укомплектование бригад по очистке кровель, штат дворников, ну и, естественно, по снегоуборочной технике. Что касается социальной сферы, из 662 объектов подключить теплоснабжение можно уже 494. Из них 359 объекты образования, 110 культуры и 25 спорта. Ход подготовки к предстоящему отопительному сезону всех социальных объектов, учреждений культуры и спорта, а также много квартирных домов, находятся на ежедневном контроле администрации города. Ольга Павлова, Василий Колдашов, События. Барбершоп развернулся сегодня на Красноармейском спуске набережной и у прибрежной полосы. Там подстригали и удаляли водоросли. Как часто проводят такую процедуру и какой инструмент при этом используют, расскажет Виктория Шарая. Весь день на пляже, но не удовольствие ради, а работы для. В Самаре на Красноармейском спуске водолазы очищают Волгу от водорослей. Набор для борьбы с нежелательной растительностью небольшой. Обыкновенная ручная коса, трос и несколько баллонов с кислородом. Водолазы ищут клады, только этим водолазам клады не нужны. Они очищают акваторию Волги от водорослей. В течение дня проходит около одного километра. И так несколько дней и вся работа начинается заново. Баллоны с кислородом позволяют работать на глубине. За один день расходуются около трех баллонов. Те места, где водоросли растут разрозненно, проходят с тонким тросом навстречу течению. Один водолаз идет по берегу, другой перемещается в глубине. Натянутый как струна трос не оставляет растительности ни одного шанса. Но больше всего, рассказывают водолазы, приходится работать обыкновенной ручной косой. По словам специалистов, если дать им волю, водоросли могут вырасти в человеческий рост. Чтобы этого не допустить, начиная с открытия пляжного сезона, на одно и то же место бригада водолазов выезжает каждые 10 дней. А если лето стоит жаркое, бывает, что и чаще. Ну, как минимум, это неприятно, когда плаваешь и мешают водоросли. Ну, и основное, это, конечно, безопасность. Для того, чтобы они запутались, не испугались, не захлебнулись. В августе больше водорослей. Бывает, что они вырастают, конечно, и быстрее. Есть отдельные случаи, когда водолазы по требованию выезжают дополнительно. Еще одна задача водолазов – изучение рельефа постоянно меняющегося дна. Течение реки образует на глубине провалы, в которые могут угодить купающиеся. К сожалению, наша сторона Волги характеризуется тем, что у нас вымывается периодически песок. Поэтому водолазы изучают характеристики. И если по каким-то причинам появились промоины, иные участки резкого свала глубины, и они непосредственно в близости от участков, предназначенных в том числе для людей, не умеющих купаться. Соответственно, принимаются меры по переносу этих объектов пляжей, изменения расположения берегов, по поводу того, что переносуют детских площадок и ограждения для детского пляжа. Такая ситуация уже возникала в этом сезоне. На четвертой очереди набережной после схода воды напротив детского пляжа образовалась яма. Городские власти приняли решение перенести игровые площадки в более безопасное место. На всех пляжах зона купания обозначена бойками. Они размещаются на удалении трех метров от берега. А там, где создана территория для тех, кто плавать не умеет, на расстоянии одного метра двадцати сантиметров от линии воды. Расчищается не только речное дно, но и пляжная территория. Дважды в день подряд на организации собирают и вывозят мусор, а также следят за состоянием пляжного оборудования, к которому не все самарцы относятся бережно. Кроме того, на пляжах ежедневно обслуживаются передвижные туалетные кабины, производится откачка, мойка и дезинфекция. Специалисты просят отдыхающих соблюдать чистоту на пляже и правила поведения. Не выгуливать домашних животных, не курить и не распивать спиртные напитки. А главное, не купаться в состоянии алкогольного опьянения. Это приводит к трагедиям. Виктория Шаре, Григорий Плешаков, События. Тем временем в Самарской области увеличилось количество трагических случаев на воде. Как сообщают в региональном главке МЧС, с начала лета зафиксировали 39 происшествий. Погибли 29 человек. Накануне в поселке Прибрежный Красноглинского района в протоке Старый Мокрец в районе базы отдыха утонул 61-летний мужчина. В 3 часа ночи из дебаркадера в Затоне Грязно около туристической базы пропал 29-летний молодой человек. Его тело нашли спасатели. Погиб также мужчина на Волге в центральном районе Тольятти. За несколько дней до этого утонули две 18-летние девушки на Волге. В Самаре в Октябрьском районе, а также в Жигулевске. МЧС напоминает, что для отдыха необходимо выбирать оборудованные пляжи, где дежурят спасатели. Нельзя купаться в состоянии алкогольного опьянения. Необходимо следить за своим здоровьем и в случае недомогания не заходить в воду. Особое внимание во время отдыха у воды нужно уделять детям и постоянно держать их в поле своего зрения. Нельзя отпускать их одних, купаться в водоемах. В случае чрезвычайных происшествий звонить по телефону 101. Банк России продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты до 9 марта следующего года. При этом сохраняется лимит в 10 тысяч долларов и на ту же сумму в евро на снятие иностранной валюты со счета или вклада. Ограничения на покупку иностранной валюты остаются в силе. Банки могут продавать гражданам только евро и доллары, поступившие в их кассы после 9 апреля этого года. На продажу другой иностранной валюты ограничений нет. Также для резидентов юридических лиц с 9 сентября на 6 месяцев продлеваются ограничения на получение валюты на командировочные расходы. Не более 5 тысяч долларов или не более такой же суммы в эквиваленте в евро, фунтах стерлингов и японских иенах. На иные валюты эти требования не распространяются. Далее коротко о других событиях дня. В Самарской области задержали жителя Москвы по подозрению в причастности к незаконному обороту табака. По версии правоохранителей, задержанный входит в состав ОПГ, причастный к организации канала поставки в регион табачных изделий без маркировки. В феврале этого года сотрудники ФСБ изъяли более 21 тысячи пачек контрафактной продукции стоимостью свыше 3 миллионов рублей. Возбуждены уголовные дела. Обстоятельства произошедшего выясняются. Сотрудники региональной госавтоинспекции подвели итоги рейда за три дня. С 29 по 31 июля в регионе выявили и привлекли к ответственности 70 водителей за управление транспортными средствами в состоянии объединения. Трое автомобилистов оказались без водительских удостоверений. Всего зафиксировали около 2300 различных правонарушений в области дорожного движения. 370 автомобилистов проигнорировали использование ремней безопасности, в 68 случаях перевозили детей с нарушением правил перевозки. Более чем 120 раз не предоставили преимущества в движении пешеходам, а сами пешеходы нарушили ПДД 143 раза. За нарушение светопропускаемости стекол в результате незаконной тонировки к ответственности привлекли 326 водителей. Подобные широкомасштабные рейды ГИБДД будут продолжены. В Самаре перекрыли улицу Молодогвардейскую из-за ремонта водопроводной трубы. Об этом сообщили в ресурсоснабжающей компании. В субботу между Ульяновской и Студенческим переулком произошел технологический отказ, который зафиксировали датчики давления в Центральной диспетчерской службе. В настоящее время продолжаются аварийно-восстановительные работы на водоводе. Бригады цеха аварийно-восстановительных работ демонтировали поврежденный участок чугунной трубы длиной 6 метров и поставили вместо него новый стальной. Сейчас продолжаются земляные работы, так как неподалеку обнаружено еще одно повреждение на водоводе. После окончания ремонта благоустройство будет восстановлено в полном объеме. Автомобильная часть улицы Молодогвардейской от Студенческого переулка до Ульяновской на время работ перекрыта. В ресурсоснабжающей компании приносят извинения за временные неудобства и просят водителей выбирать другие маршруты для своих поездок. Облако с микрочастицами-аллергенами накроет жителей региона. Синоптики прогнозируют его появление 4 и 5 августа. Аллергикам, страдающим от цветения растений в этот период, стоит поберечься. По статистике, каждый пятый страдает от аллергии на пыльцу. В конце лета возбудители аллергии – сорные травы. Это полынь, лебеда, подорожник, амброзия. Последняя, самая опасная из всей группы. Всего несколько пыльцевых зерен амброзии могут вызвать сильнейший приступ аллергии. Количество пыльцы зависит от погодных условий. Например, травянистые растения лучше всего пылят при температуре воздуха от 18 до 28. При температуре выше пыльца не производится. В самарских школах планируют открыть дополнительные классы для первоклассников. Как сообщили в Департаменте образования города, осенью в первые классы пойдут 15 тысяч детей. Сейчас 13 тысяч первоклассников распределены по классам. По остальным вопрос еще и решается. Планируется создать дополнительные места в уже сформированных классах или открыть новые классы. Департамент проводит необходимую работу с самарскими образовательными учреждениями. Напомню, в предыдущие годы из-за большого количества первоклассников в школе в микрорайоне Южный город набрали первые классы до буквы «Щ». Тем временем в Самаре в самом разгаре летний сезон военной духовой музыки. Он открылся еще в июне, и теперь каждую первую и третью пятницу месяца для самарцев звучат известные вальсы и джазовые композиции под открытым небом. На дом из таких концертов побывала Светлана Тимофеева. При первых аккордах музыки Галина Иванова пускается в пляс. Ни зрители, ни возраст женщинами смущают. Мне плевать, что никто не хочет, зато я тут буду выживать. Все стесняются, а что стеснятся-то? Это же не хулиганство какое-нибудь. Концерт под открытым небом прошел в рамках проекта «Летние вечера духовой музыки». Их проводит Дом офицеров Самарского гарнизона и «Союз бессмертные гусары». Сезон открыли еще в июне. С тех пор на площадке музыка звучит. Каждую первую и третью пятницу месяца. Ну и танго, и вальс. Мне очень нравится их репертуар. Они хорошие вещи исполняют. Каждый раз мы ходим на эту площадку, и каждый оркестр по-своему играет. Ну, нам нравится. Я всей душой вот прям вот слушаю музыку. На этот раз перед самарцами выступал сводный оркестр из двух военных гарнизонов. Рощинского, который дислоцируется под областным центром, и Тотского из Оренбургской области. Безусловно, это возвращение, как раньше было в советские времена. Всегда оркестр выступал на улице. Обязательно вальс, чтобы танцевали пары. Такие вечера – это продолжение традиций Самарского военного оркестра 214-го пехотного Макшанского полка Русской императорской армии под руководством Ильи Шатрова, автора знаменитого вальса «На сопках Маньчжурия». Концерты под открытым небом на площадке у Дома офицеров будут проходить до конца лета. Светлана Тимофеева, Василий Колдашов. События. Крылья Советов не сумели порадовать своих болельщиков в первом домашнем матче нового сезона российской премьеры лиги. В гости к самарцам приехала московская торпеда, которая вернулась в элиту российского футбола спустя 7 лет. Самарцы, у которых из-за различных повреждений отсутствовали 5 игроков основного состава, матч начали не слишком активно, но смогли войти в ритм и начали атаковать. Но не смогли реализовать преимущество и первыми пропустили. После чего Крыльям уже тяжелее было вскрывать плотную оборону гостей, но Шитов на 68-й минуте все же смог сравнять счет. Больше голов в матче не было. Ничья 1-1. Крылья имеют в своем активе 4 очка после трех игр и занимают 10-е место в турнирной таблице. Следующий матч волжане вновь проведут в Самаре против столичной команды. 7 августа Крыльям приедет «Динамо». А вот женский футбольный клуб Крылья Советов своих поклонников обрадовали. Накануне девушки на стадионе «Металлург» разгромили Чертанова в регулярном чемпионате. Самарские спортсменки не оставили ни единого шанса на борьбу гостям из столицы России. С каким счетом закончился матч, расскажет Сергей Кизоркин. Самарские Крылья Советов на матч с московским Чертанова вышли в роли лидера. Волжанки после первого круга соревнований в молодежной лиге занимали первое место. Гости закрепились в середине турнирной таблицы. И уже с первых минут игры инициативой завладели Крылья и оформили два быстрых гола. Однако на достигнутом главный тренер Галина Комарова останавливаться не планировала. Сушить не будем ни в коем случае. Будем играть также в атакующий футбол и постараемся больше сделать контроль мяча. Чертановы играли без замен. Команда приехала в Самару без запасных игроков. Однако постаралась оказать достойное сопротивление и сумела забить один мяч в вороты Крыльев Советов в концовке первого тайма. Отличилась Юлия Удовиченко. И как оказалось, это был их единственный успех в этом матче. Ушли команды на перерыв при счете 3-1 в пользу хозяек поля. Во втором тайме чуда не произошло. Крылья Советов доказали, кто дома хозяин, забив четвертый мяч. В итоге первая победа на старте второго круга соревнований в молодежной лиге. И волжанки уверенно закрепились на первом месте турнирной таблицы. Видно, что у нас сыгранная команда. Видно, что у нас есть определенный уровень и класс. Это можно сказать, отталкиваясь от результата. Планы одни. Быть в лидерах. У нас другого места нет. Мы должны быть первыми. Но это футбол. Поэтому у всех девочек и тренерского состава задача одна – выиграть молодежное первенство. А вот ближайшие преследователи Крыльев Советов по турнирной таблице проиграли своим матчем. «Динамо» сдался Краснодар 1-3. «Зенит» уступил Ростову 0-1. И только «Локомотив» празднует победу 3-0 над «Казанским Рубином». В итоге после 14-го тура «Зенит» и «Локомотив» делят между собой второе и третье места. Сергей Кизоркин, Максим Гуси, События. На Маяковском спуске набережной прошел традиционный турнир по пляжному футболу «Золотые пески Самары». За награду соревновались 16 команд. Кроме этого, корону королевы красоты разыграли девушки. Этот конкурс прошел впервые. С участниками соревнований познакомился наш корреспондент. Нешуточные спортивные страсти кипели не только на футбольном поле традиционного турнира «Золотые пески Самары». Соревновались в красоте и спортивной эрудиции «Самарские женщины». Алена Бугаева сражалась не столько за корону королевы красоты, сколько за отличное летнее настроение. Ведь главное, по ее мнению, это участие. «Повеселиться и разбавить серые будни. Устроить релакс и чил, и вечеринку. Участвовать в каких-то интеллектуальных играх, пройтись в платье и в купальнике». Оценивала красоту и эрудицию самарских красавиц компетентное жюри в составе представителей областной федерации футбола и городского департамента спорта. Выяснилось, что девушки блестяще разбираются в спорте, в том числе и в пляжных видах. Все дело в том, что для горожан физкультура стала уже нормой жизни. За последние несколько лет в принципе спорт активно развивается. Мы стараемся сделать в Самаре... Точно, мы предпринимаем достаточно большое количество усилий для организации в создании условий и возможности заниматься спортом. Тем более в летнике период времени. У нас огромное количество площадок, как вы видите, на набережной. На пляже именно большая зона для игр в футбол, большая зона для волейбола и так далее. Поэтому создание условий, конечно же, способствует росту и популяризации занятий спортом. Задавали тон на Самарском песке местные команды. Ван Тим третий год в пляжном футболе. Но за это время им пока не удалось подняться на пьедестал почета на городских или областных соревнованиях. Пока они идут на шестом месте в региональном турнире. А вот Золотые пески Самары дают очередной шанс завоевать медали. Звание и медали тяжело получить, потому что Самарский чемпионат имеет высокую оценку. Уровень игры очень серьезный. У нас играют прежние игроки, крылья сайтов. Но в каждом матче, в каждый год мы стараемся навязать борьбу профессионалам. Турнир Золотые пески Самары в этом году собрал под свои футбольные знамена 16 команд. За два турнирных дня сыграли несколько десятков матчей. Кроме самарских футболистов за призы сражались представители других городов Самарской области, соседних регионов и даже ближнего зарубежья. Открытый турнир считается любительским, кто заявки подал, те участвуют. Могу сказать, что в следующем году планируем улучшить турнир. Отрабатываем сейчас Российским футбольным союзом с нашей федерацией футбола, чтобы этот турнир стал визитной карточкой и уже привлечь ему, может, полупрофессионали, профессионали команды. Но сделать его более ярким, чтобы его узнавали не только в стране, а по всему миру. Светлана Кудрявцева, Сергей Кизоркин, Максим Гусев. События. Узнаваемые художественные кинообразы, памятные мелодии, профессионализм цирковых артистов. В Самаре состоялась премьера шоу-спектакля «Клоун», посвященного столетию со дня рождения Юрия Никулина. Какие номера вошли в программу артистов Российской государственной цирковой компании и Московского цирка Никулина на Цветном бульваре, расскажет Светлана Кудрявцева. В столетии со дня рождения легендарного советского артиста Юрия Никулина в Самарском цирке отмечают новой шоу-программой «Клоун». На манеже театрализованное действие по мотивам известных кинокартин и в сопровождении всеми любимых песен, которые исполнял Юрий Никулин. Показывают мастерство жонглеры и канатоходцы, парят под куполом воздушные гимнасты. Выходят на арену и животные, веселят зрителей забавные пудели, восхищают бесстрашные тигры. Цирк – это настоящее стопроцентное искусство. И когда зритель приходит к нам на представление, он знает, что здесь нельзя ничего сделать на 99%, только на 100%. Артисты отработали замечательно, зрители сегодня супер. Как всегда, Самара, всем большое спасибо. Два часа на манеже неутомимые клоуны, срывая зрительские овации. Это адский каторжный труд. Если в зале кто-то улыбнулся, значит, мы как бы на верном пути. Любите цирк, приходите в цирк. Представление грандиозного шоу «Клоун» проходит по четвергам и выходным. У вас есть возможность посетить это уникальное представление и соприкоснуться с талантом Юрия Никулина. Самаргиз запускает новый проект «Скажи свое мнение». Ежедневно мы будем проводить в своем телеграм-канале опросы на самые актуальные темы. Сегодня выясняем, где самарцы делают покупки. Напомним, что каждый день мы публикуем информацию о том, где дешевле всего купить продукты в городе. Как показал наш сегодняшний опрос, подписчики телеграм-канала Самаргиз предпочитают закупаться в супермаркетах. Так на данную минуту ответило 49% проголосовавших. На втором месте магазины у дома 35% голосов. Нередко жители областной столицы делают доставку продуктов на дом 10% голосов. А вот реже всего самарцы ходят на рынки 6% от проголосовавших. Вы также можете отдать свой голос в нашем телеграм-канале. QR-код для входа вы видите на экране. Далее выпуск продолжит обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они пишут на своих информационных площадках. Телеграм-канал администрации железнодорожного района Самары разъясняет, для чего нужна государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства. ГИС ЖКХ – это платформа, позволяющая россиянам взаимодействовать с управляющими и ресурсоснабжающими организациями, ТСЖ, органами власти различных уровней. Помогает оплачивать услуги ЖКХ онлайн. Узнать информацию о доме, получать уведомления об отключениях горячей воды, участвовать в онлайн-голосованиях. Для удобства пользования создано специальное мобильное приложение. Администрация промышленного района Самары в своем телеграм-канале приглашает жителей, перенесших COVID-19 на диспансеризацию. Она направлена на выявление постковидного синдрома и других последствий коронавирусной инфекции. Пройти диспансеризацию необходимо не ранее, чем через два месяца после перенесенного заболевания и выздоровления. Телеграм-канал администрации Красноглинского района информирует, что в связи с подготовкой к отопительному сезону и проведением гидравлических испытаний на тепловых сетях будет произведена остановка котельной номер 12 поселка Управленческий. До 12 августа будет прекращена подача горячей воды по следующим адресам. Улица Крайняя, Академика Кузнецова, Парижская коммуна, Сергея Лозо, Коптевская, Павла Маркина и переулок Ейский. Подробнее можно узнать в телеграм-канале. Жителю блокадного Ленинграда, инвалиду Великой Отечественной войны Любови Федоровне Волобуевой исполнилось 88 лет. В детстве она потеряла мать и уехала на фронт с отцом, став дочерью полка. Любовь Федоровну поставили на довольствие в части отца, и она до конца войны находилась при зенитной батарее, которой командовал отец. Департамент опеки, попечительства и соцподдержки Самары поздравляет Любовь Волобуеву с днем рождения и желает долгих лет жизни, здоровья и много счастливых моментов, пишет телеграм-канал ведомства. На этом пока все. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары ГИС, на страницах в Одноклассниках и во Вконтакте. А выпуски новостей смотрите в наших социальных сетях. Всего доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова